Возможно ли нашим осознанным, целенаправленным действием повлиять на наше эмоциональное состояние? Оказывается, можно. Во многих ситуациях и не один раз я наблюдал за собой, что когда я просто киплю внутри себя, моя эмоция все усиливается и усиливается. Когда я начинаю выносить ему определение, называть то, что я сейчас испытываю и переживаю, эмоция начинает утихать. И вот на днях я прочитал об исследовании нейробиологов, которые как раз мне объясняют вот этот вот процесс. Когда у нас возникает внутри какое-то эмоциональное переживание, то происходит активизация определенных участков коры головного мозга. И если мы продолжаем оставаться вот в этом кипении внутри, эти участки, они усиливают это наше эмоциональное переживание. Как только мы начинаем вовне определять, озвучивать, что мы переживаем, какую эмоцию мы испытываем, тут же происходит активация других участков головного мозга. И эти участки включают какой-то непонятный механизм, который успокаивает наше эмоциональное возбуждение. Вот так вот все просто оказывается. Но во всем этом есть один такой важный момент, и может быть сложный, если выносить этому оценку. Часто, когда я общаюсь с людьми где-то на консультации или на тренингах, я их спрашиваю, прошу назвать, какую эмоцию они сейчас испытывают. И чаще всего первое, что звучит, это, ну, я чувствую себя хорошо или я чувствую себя плохо. Это всего лишь оценка и более ничего. Поэтому для того, чтобы включить вот этот вот механизм воздействия осознанностью на ваше эмоциональное состояние, нужно начать с изучения просто обычного списка эмоций. То есть какие бывают эмоции, а их достаточно много. Это нехорошо и это неплохо. Это, например, я испытываю радость, я испытываю гнев, я испытываю злость, стыд, страх, восторг, счастье. Предлагаю вам в интернете, если вы наберете список эмоций человека, то вы удивитесь тому количеству, которое вы увидите. И это количество позволит вам узнать себя и увидеть себя с новых каких-то сторон, с новых каких-то проявлений. И предлагаю на себе, то, что я сказал, это я сказал. А вы опробуйте на себе, вот как работает этот механизм. Как только вы начнете переживать какую-то эмоцию, возьмите список эмоций, найдите то, что вы переживаете, озвучьте это. Найдите, где это у вас и через какие ощущения передается в теле и наблюдайте, что происходит с вашим эмоциональным состоянием. Как-то вот так все просто оказывается. Продолжение следует...